И сальца маленько, может где-то в лучшем случае, а так в основном полуголодом. Поэтому и более здоровы, несмотря на все, что они пережили. Значит, каши, овощи, фрукты, орехи, бобовые. Питание можно разнообразить, поэтому старайтесь все-таки придерживаться рекомендаций. И до минимума свести сладкое. То есть это белый углевод, прежде всего, сам сахар, мороженое, пирожные, конфеты. Любители сладенького с чаем берите финики, изюм, урагу и с чаем вкусненько и полезно кушайте. По питанию все понятно. Теперь второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, это водный режим. Вот когда вы принимаете процедурки, чувствуете, что много теряете жидкости через кожу. Это один момент. Второй. Процедуры фитожара оказывают очищающее действие не только на кожу, подкожную плечатку. Идет очищение организма в целом. Усиливается дренаж легких, желчного, почек. Соответственно, идет желчегонный эффект, который может сопровождаться послаблением стула. Идет мочегонный эффект, усиление мочеиспускания. Это все потеря жидкости. Если участился стул, но без боли в животе, это очищающий эффект идет. Если появляются боли, подходите в не тот кабинет, чтобы разобраться с причиной боли. Боли при очищении не должно быть никаких. Это второй момент. И еще самое важное, что вообще пятый-седьмой день процедур мы считаем всегда кризовыми днями. Потому что на эти дни приходится максимальный выброс токсинов в организме. Солей, токсинов. Активизируется иммунная система. Начинают гибнуть вирусы, бактерии. Что в свою очередь еще больше создает интоксикацию. Ведь организм не может это в один момент все выбросить. Какое-то время это все начинает циркулировать в крови. Естественно, солевая нагрузка на почки усиливается. Поэтому гипертоники могут отреагировать повышением давления. Могут появиться боли в суставах, мышцах. Общее чувство разбитости, недомогания. То есть все симптомы интоксикации. Поэтому, чтобы быстрее и легче помочь организму вывести в воду, нужно побольше пить воды. Вода у нас прекрасного качества. Я думаю, все уже это поняли. Без всякого опасения. Прямо из-под крана, не кипяченая. Она не хлорируется. Это вообще уникального качества вода. Я считаю, это просто божий дар нашему поселку. Вот такая вода. Она очень мягкая, щелочная. Она вкусная за счет того, что в ней много соли. И вот когда она испаряется, прямо такой вот осадочек остается. Но соли растворены. Поэтому у нас в поселке практически ни у кого нет мучка. Поэтому пейте водички побольше. Вообще, я думаю, что все знаете, слышали, что рекомендуют от 2,5 до 3 литров воды выпивать. Без учета еды, кофе, чая и так далее. Но это же очень редко кто делает. Это единицы делают. И в основном-то это тоже большая проблема наша. Что мы мало пьем воды, и организм не может выбрасывать токсины, которые мы сам, можно сказать, продуцируем. Поэтому надо привлекать побольше пить воды. Но сразу резко давать такой объем организму. Это стресс не нужно, нельзя. Поэтому потихонечку. Здесь на 1,5-2 стакана больше пьем, чем в обычной жизни. Это минимум. Понятно? Утром встали. Утро начинайте со стакана теплой сырой воды. Встали, сразу выпиваете стаканчик. А почему теплой? Тепленькой, чтобы не было спазмов, ни кишечника, ни желчного пузыря. Тепленькой. Не горячей, тепленькой. И вот этот стакан воды, выпитый с утра на тощак, защитит ваш организм на целый день от обезвоживания, во-первых. А во-вторых, прекрасно простимулирует кишечник. Тоже очень важно. Вообще, надо сказать, что бочки, как пластмусовая бумажка, выявляют абсолютно все проблемные, слабые места в организме. Вот где только есть застой, где-то есть проблема, о которой вы даже, может быть, еще и не знаете, и не беспокоила вас. Но если там есть какая-то патология, это все на бочках проявится. Вы вспомните все свои старые переломы, травмы, операции и так далее. Это, конечно, зачастую, знаете, бывает даже заходит не то, что там разболелось что-то, а заходит и говорит, вы знаете, я стал чувствовать печень. Если я понятия до этого не имела, где у меня печень, то я здесь просто чувствую, что там вот такое, то ли дискомфорт, то ли даже не могут выразить. Конечно, если там был застой, желчь стала прогоняться, конечно, человек будет ощущать. Усиливается дренаж легких, у многих, у кого хронические бронхиты, может усиленно пойти мокрота, гаймориты застарелые. Бывает, знаете, заходит, это не редкость, приходит вот где-то к середине цикла и говорит, ночью в полотенце около стакана гноя вышло носом. Еще раз говорю, будьте готовы к тому, что все ваши слабые проблемные места организм выдаст.